В чем заключается работа сапера? Об этом и не только дети и подростки смогли узнать у сотрудников ОМОН и Росгвардейцев. Патриотический урок от представителей этих ведомств, приуроченный ко дню следарности в борьбе с терроризмом, провели на площади у Центра культуры и творчества в Кубинке. «Расскажем про ТТХ, все, что имеем, с чем работаем, как себя вести, что можно делать, что нельзя делать, как себя вести при обнаружении подозрительных предметов». Ребята с интересом рассматривали маляжи различных видов оружия и даже смогли подержать их в руках. А Тёме посчастливилось примерить на себя костюм сапера. Тяжелый, зато служит хорошей защитой от осколков при взрыве на расстоянии. «Вот теперь ещё надо меня ищу. Практическая часть на этом не закончилась. Инструктор по боевой подготовке вне ведомственной охраны Николай Гуляев совместно с сотрудником Росгвардии продемонстрировали школьникам приёмы самообороны с применением маляжей различного оружия. «Вот я захватил, как только я захватил, нужно с ним работать в другом направлении. Коленка вниз, вытащил, опустил, руку на голову, подошли с ним, я подобрал ножичек, и мы с ним пошли дальше». Дети тут же применяли приёмы на практике, а в завершении занятия – лекция. «Как правильно вести себя при обнаружении неизвестного предмета, похожего на взрывное устройство?» И напутственные слова. «Ну, а то, что мы с Дмитрием сейчас вам показали, учитесь, будьте такими же людьми, которые не дадут себя обидеть. А уж когда придёте служить на службу, там уже вы не дадите обидеть ваших близких и людей, которые вокруг вас». Николай Васильевич много лет посвятил военной службе. Сейчас с удовольствием делится опытом с ребятами, внося свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Росгвардейцев часто приглашают для проведения подобных занятий, и они всегда рады поучаствовать в таких мероприятиях.